По вопросу о судьбе, мнения, как правило, разделяются. Одни считают, что судьба находится в руках ее владельца. Другие верят, что она предопределена. Третьи идут еще дальше, рассматривая судьбу как удел или рог, неспосланный человеку свыше и обусловленный его деяниями в прошлых жизнях. Какая точка зрения стоит ближе всего к истине? Каждая. Все эти позиции верны и даже равноправны. А разве может быть иначе в мире, который является зеркалом? Всякий, стоя перед ним, получает подтверждение образа своих мыслей. Нет смысла спрашивать у зеркала, суждено ли мне увидеть в отражении свое лицо грустным или веселым. С одной стороны, там отражается то, что есть, а с другой, каким пожелаю себя увидеть, таким и буду. Поэтому вопрос о судьбе – это вопрос выбора. Избрать ли судьбу предначертанную или предпочесть свободную? Все дело лишь в вашем убеждении. Что выбираете, то и получаете. Если человек убежден, что судьба – это предопределенность, и от нее не уйдешь, тогда действительно реализуются некие предрешенные сценарии. В пространстве вариантов, безусловно, существует отдельный поток, вдоль которого будет продвигаться кораблик жизни, если его пустить по воле волн. Обреченный, барахтаясь в своем инфантилизме, с благоговением задирает голову к небесам, откуда как шишки сыплются удары судьбы. О, сила проведения! О, тесница рока! На самом же деле вовсе не на роду написано, а на лбу пропечатано то, что ты, Олух, всего лишь находишься во власти бессознательного и весьма бестолкового сновидения, на которое сам же себя обрек.